Правоохранительные органы должны стать помощниками предпринимателей. Снизить административную нагрузку на бизнес – задача проводимой реформы контрольно-надзорной деятельности. Сегодня ее результаты обсуждали в Торгово-промышленной палате. Кошмарить бизнес в республике стали меньше. В шесть раз реже на проверки выезжают сотрудники МЧС. Результаты работы надзорных органов не оценивают по количеству выписанных штрафов. Визиты контролеров на предприятия должны приводить к снижению нарушений. Итоги реформы в регионах обсуждают каждый квартал на публичных слушаниях с участием бизнесменов и руководителей ведомств. Мы доводим информацию, жалобы, или, например, часто у предпринимателей бывают вопросы. Они не понимают, как применять, например, тот или иной регламент, да, или, например, почему то или иное предприятие попало в план проверок, или очень болезненные вопросы, связанные с привлечением к административной ответственности. В настоящее время мы особое внимание уделяем именно количеству внеплановых проверок. Здесь вот я хотел бы сказать, что если взять именно органы, то существенно снизили количество проверок МЧС, Роспотребнадзор, Росперероднадзор, а также ряд других органов. На первый план выходит и рискориентированный подход. Чаще всего проверки должны проводиться там, где существует реальная угроза безопасности людей. Для этого в рамках проводимой реформы в регионах разработали чек-листы бизнесменов. В последнее время руководители контроль надзорных органов практически всех начали размещать на своих сайтах чек-листы. Чек-лист помогает предпринимателю не только подготовиться к проверке, но и также, заполнив информацию, отправить их в орган. А орган, уже определяя заполнение этих листов, видит. Это дает также основание для так называемой категорирования рисков. Именно риски определяют, попадет то или иное предприятие в план проверок или нет. Но мы думаем, что законодатель в ближайшее время будет все-таки уменьшать количество вопросов, которые содержатся в чек-листах. По некоторым органам их действительно избыточное количество. Продолжение следует...